Жители Невельского городского округа поддержали всероссийскую акцию «Защитим память героев», которая проходила 23 февраля в День защитника Отечества. Сотни живых цветов гвоздик были возложены к памятнику в сквере погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны. Надо показывать пример уважения наших героев. Вот у нас отец воевал, он прошел всю войну, вы понимаете. Конечно же помнить, проводить такие мероприятия, никогда не забывать. И передавать это из поколения в поколение. Акции по возложению цветов также прошли и в других населенных пунктах муниципального образования. В этот же день представители Невельского совета ветеранов войны и труда и общественной организации «Бельгантина» военный комиссар посетили ветерана Великой Отечественной войны, начальника Лопатинского маяка Владимира Ивановича Комарова. В этом году выпало много снега и дорога до маяка почти недоступна. Там, где не может проехать автомобиль, можно пройти пешком. Тропинку в открытом поле показывает развивающийся на ветру флаг города Невельска и Невельского района. Владимир Иванович всегда рад гостям. Не отпустит, пока они не попробуют его домашнее сало, приготовленное по белорусскому рецепту. Поздравляю вас с праздником, чтобы вы были всегда умнички, какие есть, здоровья вам и чтобы всегда улыбались. В эти праздничные дни ветеран был в центре внимания. Отсутствие дороги не помешало организовать до него доставку подарка от администрации района на снегоходе. Доехали до моста на процепы, довезли аэросани, а здесь от моста уже на аэросанях доставляли мне подарок. Спасибо администрации, я еще раз говорю, что не забывают не только меня, вот таких людей много. А еще в этом году Владимир Иванович отметит почтенный юбилей 90-летия. Он полон сил и держится бодрячком. Он интересный собеседник, продолжает нести вахту на своем маяке, который каждую ночь светит добрыми лучами. Служба информации Невельских новостей.